всем привет друзья с вами дима one point и добро пожаловать на новую серию прохождения the crew motor fest я напоминаю что каждая серия прохождения the crew motor fest у нас выходит в ровно в 15 часов по московскому времени поэтому не пропускайте а самое главное не забывайте подписываться на мой канал чтобы не пропускать эти серии и конечно же друзья я читаю ваши комментарии и как я говорил вот здесь вот иногда я не понимал что нужно забрать и да я на самом деле максимально невнимательный человек потому что честно говоря я не заметил что когда ты приезжаешь к этому трамплину здесь есть граффитоз который и нужно забрать поэтому просто нажимаю удерживать и все это граффити мы забрали и кстати огромное спасибо всем тем кто писали мне советы о том как дрифтить что я напоминаю что в данном случае так же как и предыдущей серии мы проходим дрифт дрифт плейлист но сегодня мы его полностью закроем потому что сегодня у нас будет последний заезд в плейлисте дрифта вам а потом мы будем выбирать какой-то следующий плейлист очень много советов очень много всего по игре вы мне дали это огромное спасибо вам за это это просто безмерная благодарность но по дрифту и честно говоря те советы которые давали они не совсем рабочие дело в том что некоторые давали советы например по настройке автомобилей которые взяты были из и крю 2 а я как говорил тут физика она немножечко другая некоторые например не понимали что машины аренды и настроить их абсолютно никак нельзя я за эти две серии попробовал различные моменты с настройкой автомобиля ну типа те настройки которые я могу так сказать двигать ползунки и пришел к выводу что к сожалению пока у тебя машина полностью не прокаченная и тебе не дают возможность настраивать машину более тонко ничего особо толком и не сделаешь то есть вот это вот перестановка помощника включение выключение механики это все полная фигня друзья и никакого нормального прироста в дрифте теперь это не даст это не только лишь мои догадки и какие-то мои слова потому что я поговорил с друзьями которые у меня играли во все бета-тесты за крю motorfest и так сказать по этом дрифте уже собаку можно сказать съели они сказали что не димон на самом деле вот только когда настройки у тебя откроется когда ты сможешь вот прям вот свою машину настраивать тогда ты а дрифты кайфанешь но пока что пока ты ездишь на арендных тачках в дрифте ничего у тебя особо и не получится поэтому как-то так вот немножко страдаем но а в целом я буду искать какие-то оптимальные настройки можно сказать ультимативные для машин дрифтовых в закрю motorfest поэтому как-то так а тем временем я напоминаю что можно сказать спонсор всех наших этих видео фс-100 если вам нужна игра быстро на xbox то не забывайте к ним заходить ссылочки как всегда все в описании под видео ну и конкурс кстати уже на закрю motorfest прошел но вы не расстраивайтесь я думаю розыгрыша у них еще будут различным на новинок игрового мира поэтому не забывайте к ним заходить все у них паблики есть всегда они об этом всем пишут но я тем временем еду на свои 370z где меня уже разочаровали в комментах и сказали что димон зачем ты купил 370z тебе после этого плейлиста и и так дадут бесплатно это это немножечко так себе потому что блин не хотелось тратить деньги которые и так нету это полная полная фигня конечно а еще знаете в чем беда как я говорил у меня же не перенесся мой автопарка из the crew 2 и меня тоже советовали разные вещи как и чего переносить и к сожалению ни один совет не помог чего я только не делал и перелогинивался и заново привязывал аккаунты в общем что только не делал не помогает у меня просто везде в меню написано что импорт завершён но ни одной машины нету значит да значит я поймал какой-то единичный баг я буду надеяться что все таки это не такой эксклюзивный баг как все думают и какой-нибудь выйдет патч и пофиксить эту фигню потому что ну честно говоря хотелось бы свои машинки все-таки получить которые были за крю 2 с другой стороны конечно интереснее вам смотреть когда я прям вот с нуля еду но тут для некоторых соревнований рано или поздно пригодятся те машины то что ты будешь делать рано или поздно пригодятся те машины которые у меня были в автопарке за крю 2 поэтому блин хотелось бы хотелось бы перенести но с другой стороны ну реально все-таки интереснее с нуля начинать как бы новая игра автопарк с нуля например форзи у нас постоянно так происходит но тут куда я должен был увернуться от тебя на ее мое выезжают прям чисто на тебя успея до финишку доехать ура успел просто на тоненького было пройдено так что блин 370 z максимально ненужная тачка у нас получилось блин я над ней старался я ее прям хотел внешне сделать симпатичные но но нет как то так при почувствовании начинается открыть меню она автоматически раньше начиналась почему сейчас открыть меню ну ладно император дрифта на у нас называется эпичное название максимально выбран транспорт в аренду mazda rx-7 это кстати я так понимаю не последняя до наверное задание потому что мне сказали что в последнем там будет супра вроде бы или что-то такое но не mazda rx-7 и mazda rx-7 у нас кстати сейчас опять в гонке у нас опять дрифтовая гонка черт возьми еще и ночная ладно поехали надеюсь то что все будет окей а ну слушайте она прям их разрывает как будто я настройки сложности снизил но я не снижал блин у rx-7 конечно тут тут ротор а ротор ротор недостижим как говорится ай-яй-яй-яй-яй-яй аккуратно 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 блин андерстирина андерстирина была простите меня простите за андерстирина но тут машина вот как-то она очень сильно андерстирина что за фигня она просто не заходит поворот так у меня на вайпере это конечно что то с чем-то да что ж такое я просто ведь я не могу так эффективно повернуть как так у меня поехали 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 мне ну андерстирина rx-7 это что-то новенькое конечно это прям конечно жесть поехали так у нас 26 процентов не очень долгий заезд это радует мне хочется уже дрифт их заезд что за фигня почему нас дрифтом плейлисте и дрифтовые заезды вайпер успокойся пожалуйста конечно понимаешь там за рулем такуме у нас тут не горные тоги и ты блин не на ехе а на вайпере хотя у нас же тут наверное вайпер просто из-за того что как бы гадюка вот это вот логотипчик да пошел вон блин кусты езжай как он так а все а все получил по щам и опять догоняет на этот скриптованные походу они тут просто скриптованные я стараюсь как-то с ботами расправляться потому что они супер шустрые 52 процента так тормозим тормозим и в дрифт аккуратно нормально выдержали блин меня это раздражает честно говоря друзья то что вот дрифтовый плейлистом во первых не дают нормально подрифтить как это было в самом начале плейлиста делают зачем-то вот эти вот гонки а во вторых видно что чуваки которые ну едут с тобой они даже не пытаются скользить то есть тут вообще дрифтом не пахнет но это бред но это ж реально бред хочется чтобы было как-то все понятно плавненько как нужно что вот тут и бачком заезжаешь поворот и они если догоняют они тоже красиво бачком повороте догоняют чтобы это прям смотрелось как я не знаю как какой-нибудь тройной форсаж чем быть такое хочется вот этим вот духом вот этом вот стилем наполняться они просто вот ехать как в обычной гонке просто на машине на которой отключен контроль устойчивости ну что это такое ладно опять немножечко нытья от меня но на самом деле рыкса неплохая и и просто вот реально стоит настроить и все и будет хорошо то что не настроенные машины конечно это все-таки мрак к сожалению хотя я уверен что со временем они начнут изменять физику так же как это и было в закрыл 2 что опять же здесь у нас дружок 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 чуть 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 за дружок дружок движок у нас я говорил новый движок сноудроп и сто процентов они будут физику тут еще добивать потому что но она она сыроватая все-таки чувствуется это поэтому интересно что будет дальше на тем временем рыкса наше приехала на первое место хоть я тут и жаловался но отрыв получился большой целых 7 секунд это прям реально неплохо такуме пока у нас плачет такуме пока что все такуме там сзади нас находится мы все больше больше наращиваем свой отрыв по очкам и я чувствую что ну типа можно даже особо и не стараться уже 80 тысяч это все-таки последний на заезд был что-то я не понимаю ой-ой-ой это реально последний заезд что ли был или чё это такое или сейчас у меня будет дуэль с кем-то да ладно неужели сейчас мой персонаж придет на первую позицию как на любом дрифт соревнования нифига себе вы только посмотрите вот он идет вот он наш красавец в кепке и в черных очках о да блин это я говорю это все напоминает мне больше ты ду чем сама ты ду я не перестану это говорить вы посмотрите на это же катсцена прям в духе тд у тест-драйв unlimited 2 или даже первой части по прямо один в один блин ой блин это забавно это в этом максимально забавно поэтому говорю друзья если вам нравится тест-драйв unlimited обязательно пробуйте закрю motor fest это это просто прекрасно это просто прекрасно ну что же дрифт экспириенс 8 километров у тебя же призовой транспорт отлично давайте посмотрим призовой транспорт на опять же спойлер мы знаем что это за призовой транспорт это будет у нас 3070 z без этого никуда поэтому здесь я думаю можно не ехать тут мы сразу переместимся просто заберем нашу тачку и посмотрим на этот прекраснейший автомобиль друзья блин если это будет еще одна супра и афигея прикиньте внезапно супра еще одна а это же супра да это реально супра еще одна супра вы серьезно охренеть у меня просто нет слов вы только гляньте на нее это дрифт супра блин как хорошо что мне дали 370 z это просто замечательно я чувствую конечно там дальше может быть где-то за дрифт будет давать 370 z но тут хотя бы дали суп руки у меня теперь две супры шикарно одна liberty волк а другая вот это вот видимо для дрифта то что liberty волк супра она для стрита это будет вот именно для дрифт соревнований насколько я понимаю давайте мы ее конечно же потестируем посмотрим что это такое ну да кстати она же была на обложке то есть логично что мы забираем вот это вот супру мне следующий плейлист предлагали вот этот вот который японский друзья но я напоминаю почему я не хочу идти в этот плейлист потому что он у нас я его проходил я его проходил во время бета-теста это ну такой блин достаточно прикладной плейлист не самый интересный поэтому сейчас я хочу посмотреть на как что-нибудь выбрать интересное для вас чтобы вам было прям вот круто это все глядеть кстати три листа ой три плейлиста да я уже прошел давайте посмотрим что такое main stage прикольная заставочка показывает машинка я так понимаю что main stage это все-таки типа аналог live-саммита этот месяц обещает быть по-настоящему зрелищным четыре недели тематических событий посвященных стране возможностей поведай американскую историю в знакомом нам духе свободно рассекая по трассам так прикольная заставка американские автомобили чтобы стать звездой придется попотеть и неважно за рулем какой тачки ты сидишь маслкара или легенды засветишься в кино как и стране смелых каждую неделю тебя будут ждать новые увлекательные возможности а ну да это live-саммиты прикольно а не main stage называется выкладывайся по полной и тогда возможно ты исполнишь американскую мечту и получишь приз гарантирую ты не захочешь упустить такой шанс блин но на самом деле в этом что то есть да смотрите что у нас получается зарабатывайте xp в миссии заполняйте три временные шкалы возвращение возвращение соревнования исследования набираете уровни чтобы получать награды пройдите одну из трех временных шкал чтобы открыть соревнования легенда открывайте новые темы автокультуры каждую неделю за прохождение миссии на тематическом транспорте трансформы среза получатся бонусной xp так интересно 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 ну да это очень похоже на f-summit и по-моему это и есть live-summit и только у нас получается три плейлиста виде live-summit и как это вообще работает на доступно доступа три награда забираем так так пыльтяк firebird нам наконец-то дали и вот следующие у нас награды будут прикольно саммит-контест а ну все вот так это называется участвовать в событиях ежедневных тематических состязаний соревнованиях другими игроками миссиях лидеров получайте особые награды каждый ранг и завершенную миссию но вот как-то так как как-то вот так у нас теперь выглядит live-summit и сейчас live-summit который у нас идет один у нас завершен удивление даже что по 13 сентября наш был american muscle power теперь у нас идет american pop культур вот такой вот с 13 по 20 сентября друзья поэтому здесь вот как-то вот так вот вот такие вот соревнования но тут видите везде требуется определенные машины сразу же показываются какие машины на требуется то есть вот например если нам нужен джип ранглер да вот мы можем нажать и нам сразу же покажут этот джип ранглера мы сразу можем купить то есть вот так вот теперь у нас проходит власть саммиты но я пока что на них не буду акцентировать внимание я наверно буду акцентировать внимание на обычных синглплеерных плейлистах и они у нас я напоминаю находится все здесь у нас тут есть оффроуд у нас есть гонки на катерах у нас есть ламборгини плейлист у нас есть электро плейлист мотор спорт но мне очень сильно нравится плейлист который называется dream cars давайте зайдем него посмотрим требования что от нас требует для запуска плейлиста требуется это транспортное средство ламборгини эгоиста сколько она стоит миллион у меня пока что нет миллиона поэтому этот плейлист точно отпадает следующий плейлист который я очень хотел пройти это у нас bike lovers давайте посмотрим требования и здесь нам нужно купить ктм rc16 red bull team я дико хочу посмотреть что и как у нас как мотоциклы управляются поэтому берем вот этот ктм покупаем его и чё по цветам цветов у нас нет дисков никаких других нету все покупаю за 400 тысяч 334 тысячи у меня остается это вообще полная печальки но тем не менее вот так вот мы выйдем нам выйдем на это мотоцикле более ну посмотрите на это тоже прям реально какой-то гоночный байк полетели офигеть так мне другую сторону надо о ее ее мне физика кстати нравится байков очень неплохо и кстати контроль устойчивости нету на есть противопоксовочная система это хорошо что у нас по бездорожью подскользнется не на подскальзывается но кстати очень легко отлавливается это что за фигня получается подождите у нас у нас мотоциклы опять имбовые на старте просто в закрю 2 это определенно так было у нас были просто имбовые мотоциклы на которых все и катались сейчас мы кстати на это все посмотрим так ли это или нет давайте граффитосик сначала заберем удерживать все вот вот сейчас я хотя бы увидел что это граффитоза там он находился на трамплине и как бы ну я думаю что это ну просто раскрашенный трамплин и я не замечал вот это то что нужно удерживать а чтобы забрать потому что ну как бы для меня это не всем очевидно я сначала ищу глазами и потом только смотрю на то что там появляется какая-то надпись она не совсем заметная просто если по на кем-то цветами там подчеркивалась какой-то цветастой анимации она была более заметная так тем временем чего у нас здесь какие-то колеса лежат давайте тоже заберем тоже заберем этот коллективус поехали дальше кстати не посмотрел что у нас мотоцикл можно сделать давайте глянем раз мы еще ни разу не ездили на мотоциклах так тюнинговать что у нас есть цвета старик атрибут раскраска все закрыто что можно улучшить здесь же у нас наверное в стрите находится нет у нас находится в рейсинге исследуйте но у меня еще никаких деталей на это все нету но мне нравится как мотоцикл управляется давайте посмотрим как будет вести себя на скорости кстати да уже можем вставать на козла тихо и причем он как-то знаете он очень он более плавно стает на козла а что нас видом от первого лица нет ну конечно на мотоцикле с видом от первого лица кататься крюхи это прям наслаждение друзья не знаю я очень люблю мотоциклы в крюхе именно когда вот аркадная такая история потому что есть симуляторы практически симуляторы ты хотя не наверно может назвать симулятор вот игра райт там прям физон чик моё почтение на мотоциклах это прям вообще жесть и настоящих хардкор играть в эту игру очень сложно поэтому если вы искали себе вдруг игру где на мотоциклах вот не так катаешься не аркадно а прям вот симуляция только вам конечно нужно покупать райт а сейчас я на это все смотрю ну блин круто знаю я я люблю мотоциклы мне нравятся они в крюхе я на них честно говоря кайфую и я думаю те кто смотрели мое прохождение за крю 2 знают что я очень долго катался на панигале на дукате панигале мне он очень нравился я не хотел с него просто слезать не знаю будет ли у меня то же самое с этим редбулом потому что выглядит он конечно круто и едет он тоже очень круто но мне будет интересно посмотреть на каких мотоциклах нас будет заставлять кататься потому что ну арендные сто процентов будет мотики блин тормозит прикольно и она кажется сейчас тормозил достаточно долго для потоциклах мне кажется но все равно все равно очень очень классно но еще у нас такая акулка bike lovers может быть это намек то что нам подарят потом какой-то мотоцикл который как-то соотносится вместе с акулой что-то что-то такое не знаю ладно в любом случае мы это все узнаем а пока что подъезжаем к этому соревнованию сбили своим телом ограждение и приехали вот видите здесь мне кнопку и не нужно было нажимать не понимаю что за фигня как это вообще работает но тем не менее у какая эпичная заставочка у нас акулка круиз-контроль как это относится вообще она вообще мотоцикл же бывает сквозь контроль да все беру свои слова назад не ну выглядит друзья это конечно эпично вот это я понимаю причем нам показывают различные мотоциклы и кроссовые и не кроссовые и какие хочешь кстати физика кроссовых мотоциклов мне крайне интересно потому что как вы помните проблемы были в закрю 2 с физика именно красочей они там то летали далеко то что-то еще с ними там происходило это байк лаверс чемпионат под экидой мотор фест доступно одно событие а это первое событие наверно да первое событие сколько у нас событий здесь получается но как всегда где-то три четыре пять шесть семь восемь штук у нас событий и доступны задачки и доступно фотографии быстрое перемещение контейнеру у нас тоже открыто напоминаешь контейнер это вот туда куда мы сейчас приехали это контейнер и именно оттуда мы будем забирать нашу награду ну чё поехали до первого соревнования три километра ехать не очень долго замечательно нас еще и музыка такая приятненькая заиграла на заднем фоне или но я не знаю как тот тело у него отклоняется как-то вот это круче сделано то есть не так дергана как это происходило у нас в закрыл 2 посмотрите прям реально приятненько прям очень плавно едет то есть вот плавно будешь отклонять стик на контроллере то прям вот прям вот неплохо лишь меня движемся по маркеру не будешь против у нас рекомендуемые испытания блин ну мне нравится так у нас еще и радар есть мы тут правда медленно ехали мы прошли 210 километров в час надо было все на это но ты зеврада были мне прям нравится я бы сейчас вот надо быть бы костюмчик какой-нибудь такой спортивный кстати подождите насчет спортивных костюмов я же взял награду юплея у меня должен быть костюм мне кажется создание аватара давайте глянем одежда так а вот смотрите у меня открылась кстати много всего lbvk у меня открылся костюмчик так а где спортивные я видел что он у меня открывался но чё-то я его честно говоря пока что не вижу ох ты куртки и все подряд она не видно давайте вот так сделаю вову вову много всего из одежда открылась только гляньте вот это у нас настоящий байкер донат меди блин шматья открылась просто до хрена опа а вот это то что мы выиграли в одном из сундуков по моему каких-то при много чего открылась стою моё друзья даже теперь зачем убирать на что-то что-то я не вижу костюма давайте раз мы байкеры я его и одену под байкера мото куртку вот такую вот 7000 пофигу покупаем так что по штанам у нас 4 всего штанов открыто но я видимо много чего еще не нашел да потому что было бы прикольно вот каким они это у нас дрифт написано вот типа вот такое вот что было байк там чем такое это нужно все искать это у нас эксклюзивные награды блин штаники можно кем-нибудь купить я не знаю но это все конечно такое так надо нам чтобы он был прям суровым байкером о ну вот ну вот такой у нас пускай будет суровый байкер так обувь ему наверно тоже нужно какую-то более мотоциклетную теперь купить ну конечно же боты тоже покупаем ну и конечно же нам нужно какой-то мотоциклетный шлем чтобы это все было офигительно шикарно смотрелось вот кстати вот такая вот тема есть неплохо запомнили может быть ее и наденем вот такое и вот такое не ну вот это вот сто процентов нам больше подходит под нашего мега байкера все берем вот это странно что открываешь мотать и потом его еще и купить нужно так я сделал носить всегда блин очки я могу со шлема одеть вот к сожалению со шлемом очки не могу надеть а вот костюм про который я говорил это у нас в отдельной категории ладно я думаю это не совсем байкерская история поэтому все наш персонаж теперь максимально мотоциклист поэтому едем блин у нас очень много различных коллектов с которой рядышком нужно пособирать тормозим по ее как он на ручнике это прикольно заходит на мотоцикле подъезжаем отлично такая вот нас акулка грандиозный гран-при все красное ничего себе ладно поехали выбран транспорт в аренду ктм rc16 red bull это вот какой нас такой же получается или нет ой-ой-ой-ой как это прикольно выглядит да это такой же как у нас при классно я такой прям мотоциклист мотоциклист прям вообще мы поехали посмотрим как у нас сейчас будет здесь все до противопокосовочная система конечно хорошо что включена то что без нее он закапывается сто процентов там на старте ой но это прям хорошо это мне нравится но пока что чё-то мы никого не догоняем блин ну это круто ой 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 чем и а чем и не поворачиваем так я понял здесь нужно как-то по-особенному ехать тормозим тормозим тормозим, заезжаем, заезжаем на Нитро! Блин, прикольно! Обожаю мотоциклы, обожаю соревнования на мотоциклах. Я, кстати, постараюсь этот плейлист побыстрее завершить, потому что я прекрасно понимаю, что не все такие любители мотоциклов, как я. Но если вдруг среди вас есть тоже те, кто неровно дышит не только к автомобилям, но и к мотоциклам, давайте в комментариях отметимся, напишите, потому что я тоже люблю мотоциклы. Дима, давай медленнее проходи плейлист, будем наслаждаться. Что-нибудь такое. Блин, ну я, конечно, стараюсь их догонять как могу. А, у нас два круга, все, понятно. Они будут на втором круге, мне кажется, задаваться. Блин, ну они шустрые прям. И ничего с этим не поделаешь. Торможу как могу. То есть перемотка. У меня же было пройдено. Там такой звук был, как будто я что-то не прошел. Но все пройдено. Все окей. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Блин, я кайфую, чуваки. И дамы, конечно же, если нас смотрят данные. Так, 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 так. Кто там такой на нитро ко мне подкрадывался? Блин, два круга кайфов. Блин, я не могу. Еще музыка такая на заднем фоне играет максимально байкерская. Вот это я понимаю атмосфера. Вот это мне прям нравится. Но мне интересно на самом деле уже на красоче покататься. Прям вот очень хочется. Потому что кроссовые у меня байки, это одна из моих любви было в ZQ2. Так, 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 так. Да что ты делаешь, малу? А ну иди сюда. Ой-ой-ой, сколько там нитро. О-о-о. Что-то у них нитро дофига, я вам скажу. На мотоциклах сложнее ездить, чем на машинах, я вам скажу. Потому что тут нужно больше контроля во время поворотов, потому что ты же переносишь вес тела, и здесь это отражено. То есть ты не сразу поворачиваешь. Там-то ты сразу даешь импульс рукам и крутишь руль. А здесь все-таки еще тело как бы перенеси с одной стороны на другую, и из-за этого задержка есть небольшая, такой некий input lag, который нужно отлавливать. То есть тебе нужно понимать, когда повернуть и как повернуть. То есть вообще, конечно же, есть различные посадки для различного положения тела на байке, чтобы более эффективно поворачивать или менее эффективно, так сказать, поворачивать. Здесь же этого не сделали. Здесь одна посадка, одна методика поворотов. Но я думаю, те, кто, например, в рай тут уже играли, они понимают, о чем я говорю. Вот. Здесь всего лишь одна посадка, но при этом вроде поворачивает достаточно эффективно, я могу сказать. И у нас снова заиграла музыка из моих новостных видосов. И из этих же тоже видосов, кстати. Я тоже иногда этот трек вставляю. Полетели. Блин. Это кайф. Я не знаю, стоит ли показывать сейчас второй круг, потому что, скорее всего, он пройдет максимально спокойно. Поэтому давайте я сейчас буду на перемоточке все это показывать. Потому что, ну реально, если сейчас будет что-то эпичное, и меня там где-то начнут догонять, настигать, то я это покажу. Ну а пока я думаю, что, скорее всего, ничего страшного не произойдет, и мы спокойно приезжаем. Финиш! Уехал на 9 секунд от соперников. Это просто капец. Блин, ну я насладился, на самом деле. Блин, я не думал, что настолько будет кайфово. Прям круто. Причем вначале напрягают, и ты такой думаешь, ну все, сейчас меня отдерут, скорее всего. Но нет, нет, вообще такого не происходит. И очень все чинно, благородно, очень классно. И мне, и прям я потом, когда уже на втором круге, понятное дело, трассу знаю, знаю повороты, проезжал просто шикарнейше, просто идеально. Блин, мне понравилось. Мне очень понравилось. Ну что же, у нас сейчас будет следующее испытание. Давайте быстренько прокачаем наш мотоцикл. Посмотрим, что с ним будет, когда он будет быстрее. Поэтому ставим вот такие вот детальки. У нас тут, к сожалению, только зеленые пока что появляются. Без этого никуда. Но тем не менее, зеленых немножечко поставили. Так, я не понял, почему меня показывают. А, ну потому что я тени посмотрел детали. Все, хорошо. Поехали. И я заметил краем глаза, что у нас там соревнования на каких-то кроссовых, что ли. Эндуро, я не знаю. На эндурах, наверное, таких. Так, 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 аккуратненько, заезжаем сюда. Забираем. Опа. И еще одно коллектаблс в нашей копилочке. Это коллектаблс, который относится к Донат Медиа. Шикарно. Едем дальше. Друзья, да, кстати, у нас серия в этот раз подольше, потому что вы меня просили делать серии хотя бы по 40 минут. Поэтому делаем серии по 40 минут. Честно говоря, поднадоело. Их так много. А мотоциклы тебе предлагают редко. Поэтому на них хочется прям вот именно кататься. Особенно, когда приятная аркадная физика. А здесь она очень даже приятная. Мне очень нравится, как тут едут мотоциклы. Единственное, я бы сказал, что здесь все равно какая-то, знаете, вот странная поворачиваемость. Они это явно сделали для того, чтобы мотоциклы не были круче, чем машины. Как это было. Во второй части, в The Crew, там был какой-то момент, по-моему, на релизе все-таки, когда мотоциклы очень хорошо поворачивали. И ты просто, ну, не мог соревноваться с ними. Они уезжали от тебя в поворотах. Пускай они вроде как и были медленнее, чем некоторые машины. Опа! А нифига себе, как далеко откидывают, если ты куда-то врезаешься. А вот еще один минус мотоциклов получается. А здесь ничего не поделаешь. Тут очень много трафика ездит. Тут еще вот эти призраки, которые тебя тоже немножечко это смущать начинают. Да что ж такое? Не-не-не-не-не-не-не. Ну это полный бред. Не, ну нафиг. На машине буду это проезжать. Вот это уже, конечно, жесть. То, что тебя в самое начало откидывают. Вот это вот странность. Ладно. Окей. Вот он огромнейший минус. Вот это, конечно, огромнейший минус. Потому что с лалом этот на мотоцикле прям легко-легко пройти. Ой. 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 Ой, пролетели мимо поворота. Но это было, согласитесь, красиво. Прям по такому некому трамплину мы это все сделали. Блин. Я не знаю. У меня сегодня будет серия на хваливание мотоциклов. И походу дело, следующая серия продолжится у меня этими хвалебными одами мотоциклу. Так. А, кстати, у нас там, получается, можно же прямо, наверное, отсюда поехать. Ну-ка, давайте по бездорожью спустимся. Через кусты. Насколько у нас сильно замедлится мотоцикл спортивный, я напоминаю. На лысой резине. Так, бугорочек. Проезжаем. Где у нас дорога? Вижу дорогу. Аккуратненько все посрезали. Кладиться. Утонули? Не утонули, но камни. Так, вот, кстати, очень темно. Вот ночью нифига ничего не видно. Фонарей реально мало. И да, как бы, да. Поэтому не очень, не очень удобно ездить ночью. Но, тем не менее, я стараюсь. Вроде как, что-то все-таки видно. И я глазами цепляюсь за это. Так, нужно мимо моста не проехать. И речное раздолье. Вот это, конечно, многообещающее название. И подъезжаем. Так, что у нас за мотоцикл будет? Ну да, как я сказал, это какие-то красочи. Но это не прямо вот кроссовый мотоцикл. Но это вот Enduro, или как они правильно называются? Опять же, те, кто ездит в мотоциклах, сейчас меня могут правильно поправить. Как эти мотоциклы, ну, у них точное название. Но мы прям по полю на них едем. Но это ралли-рейдовские мотоциклы, скорее всего. Ну, как это было во второй крюхе. Полетели. Канеда. Ой-ой-ой, вот это мне нравится. Прям по красивому полю. На мотоциклах. Дукати. Дукати же шикарные. Слишком широко зашел. Слушайте, ребятки-то не сдаются. Ох, ты ж, какой у нас трамплин. И его ей не объехать, а забором огражден. Но полетели. Ускоряемся. Ух, ты ж, что-то они как-то дальше улетели. Я прямо на последнем месте. Так, а это как вообще такое произошло? Ладно, хорошо. Догоняем Ребекку. Кстати, очень прикольно эти мотоциклы себя ведут. Я говорю, вот мне бездорожье в этой игре нравится намного больше, чем асфальт. Не знаю, как они это так сделали. Но ездить вот именно по бездорожью приятнее. Отлично управляются мотики эти. Но Ребекка не сдается. Не сдается вообще. Ух, ты ж, блин, они там приседают еще как-то. А как они так приседают? Подождите. Она явно как будто отрабатывает подвеской. Вон, смотрите, она вжимается, чтобы ехать быстрее. Я стараюсь сжиматься, но это не работает здесь. Ох, ты ж, прям в воду. Нормально, проехали. Я думал, вода тут сильно замедляет. Но это не Форза, чтобы тебя вода сильно замердляла. Опять слышу, сзади звук и нитро. Как же они поджимают. Так, по асфальту поедем лучше. И проезжаем через какой-то канал. Мне вот это вообще чем-то Индию напоминает уже, а не Гавайи. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Перекрываем дорогу. Вот видите, как тут сжимается Ребекка. Ребекка, как ты это делаешь? А, он на автомате как-то сжимается. Как-то автоматически это делает. Странно. Ну меня опять обогнали. Да что ж ты будешь делать? Так, тормозим. Ой-ой-ой. А, не, Ребекка как-то сокращает. Ах ты жопа такая. Ребекка, что за сокращение? Так, нитро опять мало. А, они ускоряются во время прыжка, я понял. И на нитро улетают дальше. Ну это жесть, это читерство уже какое-то. У меня столько нитро просто нету. Мне, чтобы ехать хоть как-то более-менее быстро, мне приходится постоянно на нитро это нажимать. Поэтому у меня баллон постоянно пустой. Слушайте, интересно, интересно. Напрягающее соревнование. О, тихо, 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 тихо. А мотоцикл, кстати, может занести здесь. Я вот только сейчас это заметил. Нам, наверное, ПБС в этом немножко помогает, чтобы меня не закрутило и не развернуло. Так, на секундочку уже начали потихоньку уезжать от них. Но это надолго ли? Мы это сейчас все узнаем. Да, ненадолго. Нас уже начали догонять. Прочность подвески. У-у-у. Прочность подвески здесь реально неплохая. Мне она нравится. Так, прыжочек. И мы вообще куда-то в камне полетели. Вот это очень плохой прыжок был. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Нет. Меньше секунды. Да, давай, подталкивай лучше меня. Подталкивай, подталкивай, да. Все окей. Так, стараемся меньше воды набирать. Как же у них там нитро дофига? Тут уже финиш. А у меня нитро нету. Нет! Нет! Таттл! Вы что делаете? Да-да-да-да-да-давай! Да что ж ты, блин? Ты в трое место! Капец! Я старался ехать как мог! А, короче, это еще одно соревнование, где тебе нужно копить нитро, и потом вот на финише уже выстреливать. Блин, капец, конечно. Это очень плохо. Это очень плохо. Но вроде бы у меня не понижение позиции. Я все так же на первом месте в общем зачете. Это не может не радовать. Это прям хорошо, я вам скажу. Это прям замечательно. Ну что же, друзья. А в следующей серии мы посмотрим на новые соревнования мотоциклетные. Я уже вижу, что там за мотоцикл. Это максимальный такой прям стритфайтер. В общем, вы это все увидите в следующей серии. С вами был Дима Ванпойнт. Надеюсь, вы подписываетесь на канал. Не забывайте это делать. Также комментарии, друзья. Жду от вас. Кому тоже нравятся мотоциклы, кто кайфовал от мотиков в The Crew 2. Поэтому жду. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok